Здравствуйте, Денис! Денис, какие впечатления от выставки? Да, потрясающее впечатление, впервые она проходит здесь, и прекрасная атмосфера, много людей, много заинтересованных людей, люди соскучились по книжкам. Да, мне тоже есть впечатление. А вот скажите, вообще выставка, это, например, год от года, это все как бы одна и та же выставка, или вы чувствуете разницу разных годов? Нет, она меняется. Выставка, ну, это самая старая выставка, она существует с 1987 года, это 1933 выставка, это международная выставка, и в этом году так получилось, что это первая международная выставка среди выставок, проведенная в офлайне, потому что только просыпается книжная индустрия. И да, она, конечно, меняется, и существенные изменения мы почувствовали в том году, потому что в том году очень большое участие в работе ярмарки приняла Болонская книжная ярмарка, была организована специальная международная программа, посвященная детской литературе, был изменен существенный дизайн в том году, и в этом году многие вот эти решения дизайна мы видим сейчас. И сильно расширилась международная программа. В этом году, к сожалению, у нас нету гостей в силу того, что границы закрыты. Вместе с Грецией. Ну, есть и с Грецией, да, но совсем в ограниченном таком вот виде участвуют международные гости, но очень много их у нас участвует онлайн. Так что вот это ощущение растущего объема участия международных гостей, оно безусловно присутствует. А вот если прогуляться по выставке, как вы думаете, какие можно ответить тенденции, тренды современного литературного процесса? Ну, во-первых, конечно, это возникновение цифровой книги наряду с бумажной книгой, вплоть до того, что, ну, здесь по выставке гуляет робот, который всех зовет к нам, к себе в гости. А так, в частности, один из трендов это комикс, графические романы, манго, поскольку я отвечаю за детскую подростковую литературу, я бы сказал, что этот тренд, несомненно, и на рынке у нас приживающийся все больше, и очень популярный, и не только переводной комикс. И в этом году мы сделали совместно с Болонской книжной ярмаркой и с организацией кооператива Стопани в Болоне выставку из комикса, и мы представляем здесь 200 книг, рисованные историей со всего мира, и здесь же есть специальное пространство комикса, и это чрезвычайно интересно. Вот, и возникают наши тенденции комикса, совершенно оригинальные, вот только вот наши. Потом, конечно, тренд это книжки-картинки, и в том году детская программа была посвящена так называемым Silent Box, молчаливым книжкам, была выставка 1001 книга, и было несколько панельных дискуссий на эту тему, это книги без слов или с минимумом слов, и это тоже новый тренд детской и подростковой в том числе книги. Вот, пожалуй, вот такие я бы отметил тренды. Вообще интересно, что даже комиксы, если брать, то сейчас они уже не смотрятся, как инородное тело на подругных ярмарках. Совершенно как-то органично вплетается. Да, 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 органично, и самое интересное, что комикс перестал быть только, ну, условно супергероями. Есть масса направлений в комиксе, и масса серьезных комиксов, и есть комиксы совершенно взрослые, есть графические романы, например, того же Шона Тана или Алана Мура. Это такие вещи, абсолютно самостоятельные, большие произведения, которые выходят далеко за рамки сугубо вот формата комикса. То есть, если в общем сказать, вот детская литература, подростковая, она достаточно представлена на ярмарке? Да, разумеется, конечно, многие издательства не смогли принять участие в ярмарке в силу того, что вот сейчас очень много ограничительных мер, и не все смогли приехать просто на ярмарку. Но представлено серьезно, здесь серьезный сегмент детской литературы представлен. Есть смешанные издательства, которые издают и детскую, и взрослую литературу, и у них есть большие стенды, где они показывают вот разные линейки своих издательств. А есть издательства, специализирующиеся на детской литературе. Этот сегмент весь выстроен вокруг детской сцены, которую мы курируем, и там, в общем, довольно такой хороший срез. И это такой сегмент, который, в принципе, возможно только на бумаге. Все-таки комиксы, наверное, смотреть с экрана как-то не очень. Да нет, по-разному. Есть масса гибридных разных форматов книг. Существует огромное количество в мире такого опыта цифровизации, перевода в цифру различных форматов книг. Но, несомненно, конечно, бумага никуда не девается, потому что, особенно если мы говорим о молодых, совсем маленьких читателях, им очень важно тактильное ощущение книги, и оно тоже никуда не девается. То есть это книга, которую хочется потрогать. А молодых людей достаточно на выставке или хотелось бы больше? Много, много, много. Есть еще целые молодежные пространства на минус первом этаже. Там есть лектории, там есть такие очень любопытные такие выставки фотографий, выставки иллюстрации, уже такой взрослой иллюстрации. Есть даже стенд с одеждой, с литературными всякими цитатами, решениями дизайном, взятым из литературы. Поэтому нет, молодежь есть и интересно. Тем более мы сейчас в центре, и людей просто больше, существенно больше, чем обычно. Ну и последний мой любимый вопрос. Что вы несете с собой домой с выставки? Ну, я, конечно, я унесу много детских книг, потому что мне их и дарят, и много чего нового вышло, несмотря на пандемию, выходило много всего. Ну, в частности, например, вышел замечательный французский автор Изабель Арсено в издательстве «Белая ворона». Это современные, собственно, это и есть комиксы, кстати говоря, но совсем другие комиксы. Я обязательно возьму с собой эту книгу. И много интересных новинок взрослой литературы. Я очень люблю переводную литературу, поэтому, конечно, возьму некоторые романы. Например, Кевин Барри вышел на русском языке, Зэди Смит, роман, изданный года два назад, появился на русском языке. В общем, интересно. Ну, и последний вопрос по поводу поэзии. Поэзия представлена достаточно на выставке? Поэзия представлена, ну, она есть здесь. Она представлена, в общем, в том же объеме, в каком обычно она представлена. Ну, поэзия – это, как правило, издательство, что называется, маргинальное. Это издательство, которое не работает на рынок, а оно существует немножко сбоку, потому что это именно для тех, кто поэзией интересуется. Но все те, кто издают современную поэзию, в общем-то, здесь есть. И можно найти все, что интересует. И новинки того же Кибирова, который вот буквально только что вышел в сборник, или Алексея Цветкова вот буквально только что вышел в сборник, или книги Олега Чихонцева, который получил, которая вчера получила книгу года в номинации поэзии. Все это здесь есть. Денис, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.